Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Юрий Аксёнов. Сегодня немножко нестандартное вступление для видео, а всё это по причине того, что канал достиг отметки 300 тысяч подписчиков. Это большая и круглая цифра, а также эта цифра открывает сезон любимых вами шуток. Сами знаете про что. Но сейчас не об этом. Я хочу просто поблагодарить всех, кто подписался на канал. Благодаря вам эта цифра была достигнута. Спасибо, что смотрите мои видео, ставите под ними жирнющие лайки и тем самым помогайте мне как-то потихонечку ползти и развиваться дальше. Мой канал далеко не быстрорастущий, достаточно медленно это всё набирается, но от этого, наверное, и стоимость этих подписчиков лично для меня намного больше, чем, например, для Ивангая, на которого, наверное, за месяц подписываться столько, сколько я, наверное, собрал за эти четыре с половиной года. Ну, в общем, наконец-то я смог сказать вам спасибо, потому что никак не мог отобрать игры для подборки, потому что в последнее время игры выходили, мягко говоря, не очень. Сегодня вот всё-таки пятёрочка для вас отобрал. Надеюсь, вы что-нибудь найдёте для себя и с удовольствием скачаете и поиграете. Ну что ж, переходим к выпуску. Начать сегодняшний выпуск я бы хотел с уже знакомой вам игры Please Don't Touch Anything, только в этот раз на Android вышла ещё и 3D-версия. В игру была добавлена возможность вращать камеру и поворачиваться аж на целых 360 градусов вокруг своей оси. Также благодаря этому были добавлены новые игровые механики, которые, в принципе, ничего гениального не дают. Здесь вас ждёт всё тот же пульт управления, благодаря которому вы сможете уничтожить город множеством порой весьма необычных способов. Также в новой версии вас будут ждать переработанные финалы из оригинала, а что самое интересное, новые ранее недоступные способы уничтожения города. В плане геймплея всё очень сомнительно и не совсем удобно. Также на некоторых устройствах возможны проблемы с оптимизацией. Делая вывод, скажу одно. Если вам понравился оригинал, то, в принципе, сыграть можно. Если же нет, то лучше пройти мимо. Вторая игра называется Conduct Whiz. Это аркадная головоломка, в которой вам предстоит регулировать движения поездов, останавливая их, а также переводя железнодорожные стрелки. Всё это необходимо для того, чтобы выстроить правильную логистику и избежать столкновений. Поначалу всё будет очень и очень просто, но потом игра превратится в настоящий ад, который потребует от вас скорости реакции и умения всё правильно и точно рассчитать. Игра порадовала меня своим геймплеем, простым управлением и приятной графикой. Одним словом, не головоломка, а настоящий мастхэв. Третья игра представляет из себя яркую и забавную аркаду, в которую можно поиграть как одному, так и в компании друзей. Называется она Boom Burger, и в ней вам предстоит поиграть в роли сочного бургера. В игре представлено 4 абсолютно разных режима, о каждом из которых я сейчас вам и расскажу. Первый режим называется Бомба-картошка. Его суть заключается в том, чтобы передать эту самую картошку другому игроку, до того момента, как она взорвётся. Игра здесь идёт на выбывание, а победителем станет тот, кто выживет. Во втором режиме рисунок соусом, ваша задача за отведённое время залить соусом максимальную площадь игрового поля. При этом вы можете и должны мешать другим игрокам, и избегать их ухищрений. Режим номер 3 называется Битва бургеров. В нём вам необходимо стараться находиться внутри арены, и выталкивать из неё других игроков. Находясь за её пределами, бургеры начинают чувствовать себя, мягко говоря, не очень, и в конечном итоге взрываются. Побеждает тут тот, кто выживает. И последний игровой режим футбол бургеров представляет для себя футбольный матч 2 на 2, где побеждает та команда, которая первая сможет забить 3 гола. Бумбургер в первую очередь рассчитан на игру с друзьями. Каждый из режимов поддерживает до 4 игроков, в роли которых смогут выступить ваши друзья или родственники. Игра распространяется бесплатно. Все игровые режимы вы сможете открыть, посмотрев рекламу, ну или совершив единоразовую внутриигровую покупку, которая вообще уберёт рекламу из игры навсегда. Следующая игра называется Champions and Challengers. Это пошаговая стратегия с элементами RPG во вселенной Adventure Time. В ней вам предстоит участвовать в турнирах, побеждая в которых вы сможете прокачиваться и открывать новых персонажей, которых вы сможете включить в состав своей команды. Игровой процесс, как я уже сказал, происходит в пошаговом режиме. Атаки и спецприёмы здесь осуществляются с помощью интуитивно понятных жестов. Вы можете либо сделать свайп и нарисовать линию атаки, либо просто тапнуть на одном из противников. Помимо режима кампании, есть здесь и онлайн PvP режим, где вы сможете помериться силами с другими игроками. Безусловно, герои атмосфера времени приключений здесь подкупают, но у игры есть и подводные камни, которые заключаются в присутствующем донате. Завершить сегодняшний выпуск я бы хотел стратегии Solar Siege. Это своеобразный дефенс, где цель каждого уровня заключается в обороне космической станции от атакующих кораблей противников. Вам необходимо добывать ресурсы, строить лазерные пушки и корабли-защитники. Для обеспечения деятельности всех построенных объектов вам потребуется подключить их к электричеству с помощью специальных соединяющих спутников. Добываемые ресурсы в каждой из миссий также ограничены, что создаёт дополнительную сложность и потребует от вас разумно их использовать. По мере прохождения уровней вам будут становиться доступными всё новые и новые постройки, добавляющие разнообразности и интересности игры. На этом на сегодня всё. Благодарю всех за внимание. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до новых встреч!